Всем привет! Да, это тот самый ролик, который я ни за что бы в жизни не сделала. Ну, просто потому, что это не мой формат. Но знаете, меня попросили очень много людей, я действительно удивлена. Начиная от моих знакомых, заканчивая людьми, которые прям писали мне в инстаграме после моей истории с Аркей. Давайте попробуем. Просто держите в голове, что я не обзорщик и никогда не делала ничего такого. Я просто человек, который всей душой любит Лигу Легенд. И я нахожусь в восхищении, и именно им мне хочется поделиться с вами. Кому нужен действительно такой вот обзор-обзор, то они могут посмотреть это у профессионалов. А я так, делюсь классным сериалом с друзьями, уговаривая их посмотреть его со мной. Сразу скажу, скорее всего это единичный ролик на тему обзоров. Я не буду делать ролик через каждые три серии, просто потому что, ну, возможно будет еще ролик после выхода всего сериала в целом. Но это уже зависит от меня. А теперь давайте отойдем от левых тем и начнем. Первая половина ролика будет без спойлеров. Чисто расскажу, о чем сериал и почему он хорош и действительно заслуживает вашего внимания. Затем уже будут спойлеры первых трех серий, но я предупрежу вас, так что можете не беспокоиться. Итак, Аркей. В 2019 году Лиге Легенд исполнилось аж 10 лет. И как раз тогда, в честь такого события, Red Games анонсировали кучу побочных игр по своей вселенной. Ну и самое ожидаемое для всех, это был в общем-то сам сериал. Даже если вы не фанат этой игры, как я, например, то скорее всего в интернете вы видели хотя бы один клип по этой игре. Те же Кеда Мо, Поп Старс, Джайанс, вообще куча всяких других. Их просто действительно очень много. Они любят свою работу, что уж. Фанаты буквально умоляли ребят запилить уже аниме, мультик, сериал, вообще хоть что-нибудь по игре. Потому что ресурсы у них как бы есть. Лор персонажей в игре интересен, прекрасен. Пусть и рассказан, ну, довольно сухо. Сами истории все равно умудрялись как бы собрать вокруг себя фанатов. И Аркейн закрыл всю эту дыру. Наконец-то у нас есть сюжет. И он не расписан в трех строчках и 10 минутах диалогов персонажей. Думаю, самый главный вопрос, который встает, когда речь идет про Аркейн, а можно ли смотреть сериал, не играя в игру? Я ведь не играл, я ничего не пойму. Ну что, ребята, давайте по полочкам разложу все за вас. Вот такая хорошая. Если коротко, можно и нужно. Если более длинно, то... Райт решили сериалом привлечь больше людей в игру. Так что в сюжете все очень хорошо поясняют. Плюс выбрали буквально самую понятную концепцию и локацию. Есть город низшего слоя, где живут бедные, сироты, бомжи, как угодно называйте. Буквально самая худшая часть населения, та, которая не в состоянии жить, она просто существует. Это Заун. Над ним стоит город прогресса и богачей. Пилтоир. Ну да, противостояние бедных и богатых. Самая заезженная тема на планете, но при этом самая понятная. В нижнем городе у нас есть две сестры, которые теряют семью. Есть дед, который их берет под свою опеку и учит жизни. Сверху есть талантливый молодой ученый, который готов на все ради того, чтобы доказать, что его теория может поднять пилтовер еще выше в техническом прогрессе. Две абсолютно разные сюжетные линии, которые просто отлично показывают разные проблемы разных людей. Вот дети, которые готовы пойти на все ради лучшей жизни, украсть, убить, ударить, все что угодно. А вот у нас другой человек, который готов отказаться от этой самой жизни в пользу своей идеи. Это кратко и без спойлеров. Довольно жесткий сериал, учитывая, что сама игра 12+, и там бои эпичные, кровь, слезы, боль, кло, наше любимое. Ты смотришь на персонажа, как он страдает, и тебе самому плохо. Настолько хорошо это все передано. Саундтрек отличный, о чем вообще может быть речь, если буквально в первой серии было аж три песни от разных исполнителей. Все говорят про Imagine Dragons Enemy, а я отмечу песню Born and Tall Down. По-моему, она просто отлично передает всю суть, и, честно, она мне даже нравится больше. Анимация. Надо что-то сказать про нее, чертова. Блин, вы же сами все видите, да? Вы же видите? Это видно, куда все ушли деньги. Это отлично. Картинка, ну, просто великолепная, а ты смотришь на нее, и тебе просто хорошо на душе и глазам. Сложно сравнить с чем-то, но, по-моему, очень похоже на любовь к смерти роботы, на эпизод с временной петлей. Возможно, еще какие-то просто я о ней помню. И на Человека-паука, который, насколько я помню, вообще-то Оскар получил. Тоже просто отличнейший мульт, хотя я вообще не фанат Паука. Смотрела просто в захлеб, в максимально всратом качестве, потому что не было возможности тогда сходить в киношку, а хотелось посмотреть впервые. Так вот, Аркейн умудрился обнуть все это в несколько раз. Модельки, ну, просто невероятно красивые. А самое главное для меня, они просто очень эмоциональные. Стилистика приятная, видно, что сериал достаточно серьезный, рассказывает тяжелую историю, но при этом он такой красочный и все же по-своему динамичный, яркий. Блин, у меня закончились слова. Что меня лично еще удивило, он действительно очень легко смотрится. Все, что было показано в нем, пусть и связано с игрой, так сразу, в общем-то, и не скажешь. Никто информацию в вас насильно не впихивают. Персонажи ходят, обсуждают свою жизнь, и ты просто начинаешь понимать, как работает этот мир. Без всяких лишних вставок и попыток быстренько тебе рассказать лор, чтобы новички втянулись. В общем, нету ничего лишнего, все просто хорошо показано. Я лично так вообще для себя много чего нового открыл. Итак, время бесспойлерной болтовни подошло к концу, так что искренне надеюсь, что хоть кого-то заинтересовал Аркейн. Играть в лигу вообще не обязательно для того, чтобы насладиться отличной историей. Не говоря уже о том, что игра, ну, мягко говоря, не для всех и довольно сложная. Я очень хочу, чтобы вы дали шанс сериалу, потому что даже не все мои знакомые пошли его смотреть только потому, что, ну, блин, он же по игре. Это практически самостоятельный сюжет, не надо отказываться от него только из-за того, что он по игре. Это вообще-то, наоборот, повод. Возможно, в будущем вас настолько заинтересует лор, что вы скачаете игру, чтобы не расставаться с персонажами. Ну, а далее, ребята, тут спойлеры первых трех серий, так что я вас предупредила. В целом, информация будет больше для людей, которые играли в лигу и шарят, потому что... Ой, сложно. Итак, я чувствовала себя таким лохом, когда внезапно узнала, что Вай это сокращение от Вайлет. Эээ, черт, ну, блин, понятно, что это вроде бы нигде не поминалось ее полное имя, но мне всегда казалось, что Вай, ну, это Вай. С Джинкс было все понятно с самого начала. Когда я услышала, что ее здесь зовут Паудер, то, честно говоря, вообще не удивилась. Она по лору выглядела уже как псих, которого, ну, не могли назвать так с самого начала. Да, я начала и с имен. Черт, простите. Смотрела, значит, я сериал с парочкой своих друганов, мы буквально сидели и ставили на паузу периодически, чтобы обсудить, кто где из персонажей. Где тут Синджет, и почему он одноглазый, и че это он похож на Варвика. Спойлер, это, скорее всего, не он. Это вообще не он. Райот умудрились втихую переписать лор Варвика, так что Вандер, он же дед в моем случае, привет, давно не виделись. Я так ревел над концовкой третьего эпизода, когда ты вот смотришь и не знаешь, а кто виноват, что случилось? Ты не можешь принять чью-то сторону, настолько ты понимаешь обеих. Вроде бы Паудер, а вроде бы Ивай, как старшая повела себя не так, как она должен был вести себя, в общем-то, взрослый человек. Неоднозначная ситуация, и черт, я не люблю, когда я не могу выбрать сторону. Они обе неправы, и отчасти по-своему правы. И вот эти моральные выборы, это, пожалуй, то, что мне всегда нравилось в таких сериалах. Конечно, это стекло моё любимое, я от него страдаю, но что поделать, это действительно интересно. Кстати, когда я сказала, что я ревела, то я не врал, мы там с Кумой сидели вдвоём, думали, насколько сценарист отбитый, и вообще, кто его допустил до работы, но он гений, это правда. Что я могу сказать по поводу ветки с Джейсом? Пока выглядит странно, но это лишь моё мнение. Нет, она, конечно, не выжита из ничего, но когда я смотрела сериал, всё время думала, тебе добавили только для того, чтобы поводуру было что-то выкрасть из твоей комнаты и устроить пентакил, потому что пока у меня ощущение, что чего-то не хватает в этом куске. Так, ребят, апдейт, я посмотрела ещё три серии дополнительные, про них я ничего не буду говорить, но беру свои слова назад. В первых трёх сериях Джейса действительно мало показали, и было такое ощущение, что чего-то не хватает, но ещё пофиксили. В оставшихся сериях, точнее, в четвёртой, пятой, шестой, показали, всё объяснили, претензий вообще никаких. Продолжаем. Виктор и Кейтлин просто отлично выглядят, они такие хорошенькие получились, я не могу. Ещё чисто такая хрень, которая не портит сериал, просто это то, что меня немножко расстроило, это русский каст от Нетфликса. То есть, странно слышать другие голоса, когда ты столько уже наиграл в игру и привык слышать, ну, другие. Я очень переживала, что ребята запорят все эмоциональные моменты, но знаете что? Я оказался неправ вообще, и очень рад. Правда, когда Паудер кричала в конце, у меня сердце щемило, больше всего мне хотелось, чтобы это всё закончилось, и закончилось хорошо, но, увы. К слову, пришлось ещё немножко порыться. Насколько я поняла, Хеймер Дингер озвучивает не тот человек, который озвучивает его в игре, но он получился самым похожим. А Кейтлин, точнее, актриса, которая озвучивала Кейтлин, озвучивает некоторые её скины, так что отчасти получается канон. Но всё же, я думаю, когда закончится сериал, я пересмотрю его уже в английской озвучке, потому что, ну, лучше оригинала ничего не будет. В конце добавлю ещё, что давно я не смотрела что-то настолько эпичное и крутое, когда вот ты после просмотра буквально сидишь и ещё полчаса смотришь в пустоту. Ты пытаешься сложить куски сюжета у себя в голове, строишь теории, пытаешься понять, а что будет дальше, почему Джинкс так сильно изменилась и вообще прочее, прочее, прочее. Очень много всего есть буквально за что зацепиться, любая мелочь это повод сидеть и думать, а что дальше. В общем, всем спасибо за просмотр, жду ваших комментариев насчёт сериала, потому что, ну, сейчас больше всего на свете я хочу обсуждать его, настолько он хорош. Но, как я уже говорил, не все мои знакомые его даже хотят посмотреть, никто не даёт ему шанса чисто, потому что, капец, он по игре. Ну, спасибо, не буду тыкать пальцем, вы знаете о ком речь. Так что сидит вот у нас такая компания из трёх лохов, смотрим мы, в общем-то, вместе, жрём это стекло вместе и расходимся думать о жизни. Надеюсь, что я хотя бы заинтересовала кого-то, если нет, то, ну, увы, я не рассказчик. Всем отличного времени суток, всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова